Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Максим Гончаров, врач-пихотерапевт и директор Центра Позитивной Психотерапии. Спасибо еще раз за ваши вопросы. Один из наиболее частых вопросов связан с местом психотерапии как отдельной профессии в мире. Это очень интересный вопрос, я люблю на него отвечать и довольно часто говорю на эту тему в своих лекциях. Дело в том, что действительно психотерапия как явление в разных странах получила неодинаковое признание. Скажем, в ряде европейских стран, например, таких как Австрия или Германия, психотерапия является самостоятельной профессией. Таким образом, человек, который идет учиться на психотерапевта, получает сначала диплом, как правило, врача, психолога, педагога или социального работника, а потом посвящает примерно еще 4 года своему специальному образованию в методе, который он для себя избрал. Такая ситуация с психотерапией далеко не во всех странах. Например, в России психотерапия – это так называемая субспециальность психиатрии. Психотерапевты в нашей стране – это врачи. Для того, чтобы стать психотерапевтом, ты должен быть врачом, потом ты должен стать психиатром, потом ты проходишь первичную специализацию по психотерапии и открываешь свою практику. Психологи не могут стать психотерапевтами, хотя, в общем-то, делают примерно ту же самую работу, в которой было найдено новое название – психологическая коррекция, психологическое консультирование. Но есть и еще отдельные страны, в которых ситуация еще более отличная. Например, Китай или Австралия, в которых я часто работаю и преподаю. Фактически, психотерапия не имеет такого полноценного признания. То есть, это такая область практики, в которую могут войти самые разные специалисты, и которая государством вообще никак не регулируется. Например, в том же Китае или в Австралии есть институт консультантов. То есть, это люди, которые проходят определенные курсы и могут вести так называемое психологическое консультирование, не обязательно становясь психологом или психиатром. Так, например, в Австралии полноценное признание профессии получают только психологи и врачи, то есть, психиатры. В данном случае их практика покрывается государственной страховкой. И, собственно, это является главным мотивом в их выборе той будущей профессии. Однако, психотерапевтом фактически может назвать себя любой человек, который прошел какие-нибудь курсы или тренинги и начал оказывать психологическую помощь людям. Единственное серьезное отличие здесь состоит в том, что их услуги не будут покрыты страховкой, и клиенты должны будут оплачивать эту услугу самостоятельно. В нашей стране психолог, ты или психотерапевт, страховка в любом случае не покрывает психотерапию, поэтому все к этому привыкли, и, в общем, это далеко не трагедия. Но, тем не менее, когда вы выбираете свою будущую профессию как психотерапевт, вам стоит иметь представление о том, как будет выглядеть эта практика, какие правила и регуляции существуют в той стране, в которой вы собираетесь практиковать. Спасибо за внимание.